Вот знаешь, я смотрю иногда на тебя и думаю, вот ты хороший же ты мальчик, да? Ты же приличный мальчик, да? Хороший. И вот ты сейчас стоишь такой чистенький весь такой, симпатичный. А вот когда, например, ты вот ходишь, и, например, бабушкины зубы в кислоте растворяешь, понимаешь? Вот ты перестаешь быть хорошим мальчиком. Чего ты напоминать, а тыкать не можешь? И знаешь, становишься кем? Становишься прирожденным убийцем из американских своих фильмов любимых. Меня не переведут из нормальной школы, а? В какую? Ну, там обещались какую-то школу перевезти. На звероферму могут перевезти тебя, понимаешь? Если так душа везти. Ой, кто к нам пришел? Здравствуйте, мои маленькие любители искусства. Сегодня мы продолжим знакомиться с выдающими шедеврами живописи. Выдающими в хорошем смысле слова, а, знаете, не вот такими выдающими, как у меня вот есть один знакомый бочонок свинопузый. Знаете, у меня есть один знакомый. И у него, знаете, вот выдается очень сильно. А я его знаю. Знаешь ты его, ага. Ты в нем живешь. Смешно, пошучено? Нет. А вот, по-моему, очень смешно детям, что у тебя уже выдается уже на три метра твои залежи. Вот эти твои стратегические запасы, тушенки. Ты, когда война начнется, будешь лучше всех жить, честное слово. Давай про искусство. Не дай бог, конечно, война. Чтобы мир был, надо стараться на всей планете. ОСВ-2. Пив, пив. Вот именно, пив, пив. Инопланетян. Насилие кругом от вас. О чем мы говорили? Про инопланетян. Мы от них отстреливаться будем. Нет, раньше. А, про искусство. Про искусство. Мы сегодня расскажем вам про знаменитую картину бояриня Морозова, которую нарисовал для вас Василий Суриков. А поможет мне в этом мой Синуля, вот этот живописец, лестниц, лифтов, который, знаете, у нас постоянно работает кистью. Постоянно кистью руки. Он в носу скребет ею. Ты спелеолог и первопроходец собственного носа. Как смеются ваши эти дураки. Березбатхидом. Что помогать-то? Нарисовать картину какую-нибудь? Что нарисовать? Ну, что сказал, помогать. Ты сейчас будешь рассказывать, как мы с тобой в галереи в Третьяковской видели картину про бояриню. Пожалуйста, я буду поправлять тебя. Вот проведи сам урок. Пойми, как это сложно. Пожалуйста. А ты здесь будешь? Я буду рядышком. Буду страховать. Уважаемые посетители. Молодец. На картине нарисована бабка. Какая бабка? Боярина. Вот. Она крутая. Как это крутая? Что ты несешь? Это он так. Боярина крутая, стильная. Вся в цепях. Свистит. Пальцами вот так делает. А вокруг фанаты стоят, тоже свистят. Она тащится, тащится, тащится. Кто тащится? Перейдемте к другой картине. Куда? Мы сейчас перейдемте в Пытошную. Где у папы приспособления ремневые. Куда? Кто тащится? Что ты несешь? Боярина тащится. Тащится, в семках по снегу тащится. Не обращайте внимания. Просто сейчас папа открутит ухо одному, чтобы он не позорил его. Маленький любитель искусства. То, что сейчас молол вам этот шашлык бройлерный, это потребительская корзина на роликах. Смешно? А мне, знаешь, а мне страшно, что я вырастил бездуховную чушку сала. Вместе с сыном. Я сам проведу экскурсию. На этой трагической картине боярина Морозова тащится в силку. Как тащится? Что ты сбил меня? Тащится. Едет в силку за свою веру. Дорогие друзья, так кто же была эта бабка? Тьфу ты, господи. Кто была эта боярина? Какая была у нее вера? Прикольница у меня была вера. Что ты несешь? Какая прикольница? Раскольница. Ты сейчас просто, просто выведешь меня окончательно. Раскольница называлась. И за это царское правительство отправило ее в силку за свою веру, и она тащится в санях. А вокруг нее фанаты. Тьфу ты, господи. Какие фанаты? Какие фанаты? Ну, Спартаковские, наверное. Ну, вы видели этого порося, а этого злосчастного? Ну, пусть люди, люди. Люди, толпа. Некоторые свистят. Ну, в смысле, кричат. А некоторые ей сочувствуют. Потому что они сами прикольники, раскольники. А бояры не радуются, что вокруг одни прикольники. И она тащится. Ну, в смысле, в смысле, везут ее. Она тащится. Ты сбил меня совсем, понимаешь? Ты мне вот запустил в голову фанатов своих, тащится. И я сейчас за это тебя выпарю. Первый раз все увидят, как я тебя буду против. А вы на такие письма тебе придут. А знаешь, мне эти письма, вот я их видел, я их, понимаешь, видел, эти письма. Дорогие друзья, сейчас вам будет представлена художественная порка. Художественная порка почему? По дереву, камню. По салу, по котлете. Я пошел за ремнем. Или, может быть, кто-то извинится? Извините. Перед, вот этот, Запапин, позор, перед телезрителями. Что? А нет, никого. Ну, шли уже в театр все. Слава Богу. Может, не слышали этого всего? Может, не слышали. Ну, и хорошо, и потихонечку пойдем. Пойдем.